В поисках искры, или сдача воскипара означает сдачу Армении Шумиха вокруг несуществующего проекта новой конституции уступила место дискуссии вокруг переноса всех вузов на территорию Академгородка. После того, как азербайджанские оккупанты своими GPS выселили жителей Шурнуха из 13 домов с хозяйственными пристройками и приусадебными участками, правительство Пашиняна обещало построить для них новые дома. Уже четыре года строят, однако ни одного не достроили. Вопрос референдума по принятию проекта новой конституции отнюдь не дело один-два месяцев. Переживать по поводу оптимизации вузов до шести тоже преждевременно, судьба правящей верхушки ее главаря может решиться гораздо раньше, чем проект новой конституции пройдет экспертизу Венецианской комиссии. О строительстве Академгородка с его инфраструктурой даже говорить смешно, особенно после того, как власть не сумела построить инженерный городок, сухой порт в Гюмри, завод по выпуску газовых баллонов и многое другое. Пашинян не выполнил ни одной из своих обещаний, а следующий 2025 год. Предвыборный. Согласно статье 90 Конституции РА, парламент избирается сроком на пять лет. Выборы, досрочные, состоялись в 2021 году, в 2026 году. Должны состояться очередные. Вряд ли режим дотянет до этих выборов, если учесть новую волну протестов, которая назревает в связи с решением Пашиняна разрушить оборонительную структуру втавуши путем сдачи четвертых деревень. В этом вопросе Пашинян откровенно торопится, а потому инициировал общественную дискуссию и диалог с жителями Марза, которых шантажировал угрозой войны до конца недели, если четыре деревни не будут отданы азербайджанцам. Ответ на вопрос, выведет ли Алиев свои подразделения с 200 КВ. КМ оккупированной территории РА, очевиден, не выведет. На вопрос, исчезнет ли в случае сдачи четвертых деревень угроза войны, Пашинян ответил отрицательно, но добавил, что есть надежда. Нет переговоров, есть навязанная воля, нет переговорщика, есть послушный исполнитель Азербайджана турецкой повестки, констатировал политолог Карен Бекарян. Одновременно с Пашиняном в Марза направились представители общественного сектора для встреч с населением, речь об организациях «Боевое братство» и «Аякве». Один из активистов на днях заявил, что встречи с населением преследуют целью высечь ту искру, из которой разгорится пламя всенародной борьбы. Если прежде пассивность масс объяснялась доверием к Пашиняну и низким уровнем осведомленности, то сегодня народ полностью отдает себе отчет в том, что делает правящая верхушка, и адекватно оценивает ближайшие планы Пашиняна. Такого мнения придерживается Бекарян, который подчеркнул, что шантажу, манипуляциям и капитуляции не видно конца, однако народ не спешит свергнуть режим капитулянта. По оценке политолога, отсутствие сопротивления действиям Пашиняна со стороны народа приводит к молчаливому попустительству всего мирового сообщества. В самом деле, если сам народ не сопротивляется планам одного человека по уничтожению армянской государственности, то почему действия Пашиняна должны вызывать озабоченность внешнего мира? Очевидно, что в контексте сдачи четвертых деревень речь идет о прямом посягательстве на коммуникации Иран, Армения, Грузия, Россия, разрушение обороны на самом укрепленном участке линии соприкосновения. Рассуждая о том, что Керанцы армянский, Ахи Римли нет, Беркабер армянский, Акезыл Хаджили нет, Баганис армянский, Абаганис Айрум нет, Васкипар армянский, Ашхи Аскипар нет, Пашинян пытался скрыть главное, замену линии соприкосновения под защитой армянских подразделений границей с геноциидным государством. Замена армейских подразделений гораздо меньшим числом пограничников означает отвод войск и открытие границы с угрозой для жизни жителей Тавуша, а это преступление перед собственным народом. Специалист по конституционному праву Вардан Пагасян объявил противопоставление Пашинянам населенных пунктов незаконным, ибо Ашхи Аскипар, например, был включен в Аскипар и стал его частью, а в армянском законодательстве вообще отсутствует такое понятие, как анклав, тогда как следующим этапом после сдачи четвертых деревень, по словам Погосина, станет сдача так называемых анклавов. Когда в мае 2021 год, голос писал о том, что Пашинян лично обеспечил оккупантам доступ в район Черного озера и горы Ишханасар в Сюнике, о чем свидетельствовал приказ армянским подразделениям не стрелять по нарушителям границы, то нам многие возражали, дескать, оккупанты вторглись неожиданно. Сегодня в Тавуши Пашинян уже действует открыто. За шесть лет политические противники правящей верхушки испробовали множество способов мобилизации масс. В эти дни большинство народа в полной мере сознает степень нависшей над страной угрозы, однако повторить сценарий уличной борьбы 2018 год. Не удается. Да, в Тавуши Пашиняну оказали не самый радушный прием, но в 2021 году. В Сюнике его встретили еще хуже, и ничего. Так вышло, что у Азербайджана турецкого тандема в Армении есть свой лидер, а у армянского народа своего лидера нет. Эту роль за шесть лет примерили на себя Вазген Манукян, Ишхан Сагателян, Артур Вани Цейян, Авитик Челобян, Андроник Тиванин, теперь на роль лидера пробуется Ливон Кочарян. Массы не спешат подняться на борьбу, а локальными акциями протеста вынудить Пашиняна к отставке невозможно, как невозможно мобилизовать массы на борьбу посредством децентрализации оппозиционных ресурсов. Эта идея была выдвинута для прикрытия неспособности оппозиционных сил к консолидации. Тезис о том, что в 21 веке время лидеров прошло, для Армении не актуален. Народ ненавидит Пашиняна и правящую верхушку, ненависть выливается во всякого рода иррациональные действия, тогда как оппозиции ежедневно демонстрируют несостоятельность в деле мобилизации масс. Шесть лет главарь режима пишет летопись «Безумие», единолично разрушает то, что до него создавалось десятилетиями. С каждым эпизодом марионетка Баку и Анкары все больше наглеет. В контексте сдачи четвертых деревень уместно процитировать фрагмент его показаний на заседании Следственной комиссии парламента по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. Пашинян тогда заявил, утром 9 ноября 2020 года. Я подписал этот текст, но в тот момент, когда президент РФ сказал, что Азербайджан предлагает добавить в него пункт о возвращении анклавов Тавушского Марза, я сказал, что исключаю подписание такого документа, и официально было зафиксировано, что мы документ не подписали. Спустя некоторое время выяснилось, что достигнута договоренность вокруг того, чтобы исключить этот пункт из документа. Выходит, в 2020 году он отказался от сдачи анклавов, а сегодня, спустя 4 года, готов вернуть 4 деревни, не анклава, в обход наличия карты делимитации. Это неслыханный факт, чтобы делимитация велась в обход карты, однако Пашинян подтвердил это, отвечая в среду на вопрос депутата от фракции Аястан Гигама Манукяна. Позже по другому поводу Пашинян сослался на то, что к возвращению анклавов в тавуши его склонял в то время начальник генштаба Оник Гаспарян, но он отказался. Сегодня агитпроп власти обвиняет РФ в сдаче Арцаха и оккупации азербайджанцами свыше 200 КВ. КМА территории РА. Пашинян идет по пути сдачи территорий, пытаясь во всем обвинить Путина. Уже рассеяны последние иллюзии относительно того, куда ведет страну правящая верхушка. Массы сознают гибельность избранного пути, но брожение внутри народа не нарушают стагнацию. Констатируя это состояние, доктор политологии Артур Хачекян заявил, такое впечатление, что жителей страны чем-то опоили или одурманили, чтобы лишить воли к сопротивлению. Сдача воскипара означает сдачу Армении, оборона воскипара, в которой сегодня готовится народ, это оборона Армении, подчеркнул Погосян. По его словам, в действиях Пашиняна отчетливо виден состав преступления, а его правительство нелегитимно.